Хорошо. Поприветствуем. Юрий Гвягин. Добрый день. Я здесь представляю не столько даже профсоюз журналистов, сколько тех людей, по которым больнее всего ударяет сейчас эта пенсионная реформа. Тех людей, которые до сих пор именовались людьми предпенсионного возраста. Мне 57. Для всех пенсии отъедут дальше на 5 лет. Для нас в 2 раза. Нам говорят, вас ждут, не дождутся на рынке труда. Только что 11 месяцев провел на этом рынке. Мне, человеку с полутора высшими образованиями, там предлагали работу ночного сторожа за зарплату, которая немного превышает среднюю пенсию. Раньше у нас была возможность выйти при хорошем стаже на досрочную пенсию. Сейчас она исчезает, потому что мы перестаем быть людьми предпенсионного возраста. Нас просто выбрасывают на улицу, выбрасывают на совершенно нищенские зарплаты. Уверяясь, что только там нас и ждут. Ну что же, моя любимая притча о лягушке, которая попала в банку с молоком и дергала там ногами до тех пор, пока не сбила кусочек масла и оттолкнувшись от него не выпрыгнула наружу. Эта лягушка вполне могла бы стать символом всего нашего движения. Мы с вами именно она. Если мы будем упорно биться, продолжать сопротивляться любым попыткам отнять у нас наши права, то в конце концов собьем вокруг себя ту твердую частичку, оттолкнувшись от кадровой, сможем выбраться наружу сами и вытащить следом за собой нашу страну. Впереди еще очень много битв. Даже по пенсионной реформе мы уже знаем, что у нас собираются следом отнимать 6% от нашей нынешней зарплаты для того, чтобы устроить так называемую накопительную пенсию и из нее кредитовать олигархам. Следом у нас, как сегодня уже говорили, муниципальные выборы, на которые, если мы сможем выступить единым фронтом, мы действительно сможем чего-то добиться. Как пелось в хорошей песне времен моей юности, когда народ един, он непобедим.